Патроны 308 Мечестер и 306 Спринфилд Патроны 308 Мечестер и 306 Спринфилд являются самыми популярными охотничьими патронами в странах бывшего Союза. По традиции начнём с истории создания. Патрон 308 Калибра был разработан в 1947 году. Он создавался как промежуточный между винтовочным 306 Спринфилд и пистолетным 45 SCP. Длина гильзы 306 была уменьшена 63 до 51 мм, поэтому в метрической системе патрон 308 обозначается как 7,62х51. И в 1952 году в США этот патрон был принят на вооружение под обозначением 7,62х51 НАТО. В том же 1952 году фирма Винчестер выпустила этот патрон на гражданский рынок под названием 308 Винчестер. Калибр 7,62 мм или 0,308 дюйма. Длина патрона 70 мм, длина гильзы 51 мм. Вес пули от 7,8 до 13,6 грамм, начальная скорость в пределах 670 и 950 метров в секунду. Дульная энергия составляет от 3000 до 3700 джоулей. Для сохранения дальности настильного выстрела был применён более быстро горящий порох и более лёгкая пуля. Вес боеприпаса уменьшился, оружие под него стало более лёгким за счёт уменьшения габаритов, а вот точность попадания за счёт более слабой отдачи и лучших баллистических характеристик патрона увеличилась. Фактически это был всё тот же патрон 3006, только с гильзой, укороченной на 12 мм, и с зарядом из более современного и мощного пороха, обеспечивающего ту же баллистику. Патрон 7,62х51 оказался слишком мощным для штурмового оружия, поэтому в дальнейшем был заменён на 5,56х45 мм. При этом на сегодняшний день патрон 7,62х51 состоит на вооружении стран, членов НАТО и многих других государств в качестве боеприпаса для единых пулемётов и снайперских винтовок. Среди популярных образцов оружия, использующих патрон 7,62х51 НАТО, можно выделить бельгийские винтовки FNFAL, SCAR-H, американские винтовки М14, М24, пулемёты FNMAG и другие. Кроме того, большинство, если не все производители современных охотничьих винтовок и карабинов, выпускают оружие под патрон 308 Винчестер, в частности, довольно популярный охотничий карабин и Веприс Айга в этом калибре. Унитарный патрон 7,62х54 является одним из старейших патронов современности и самым старым, который на сегодняшний день используется в военных целях. Созданный в 1981 году в Российской империи, он был принят на вооружение в качестве патрона к трёхлинейной винтовке конструкции Мосина-Нагана. Сначала патрон производился с тупоконечной закруглённой пули, которая весила 13,6 грамм и имела длину 38 мм. В 1908 году в России была введена остроконечная пуля массой 9,6 грамм и ей стали оснащать патрон данного калибра образца 1908 года. Гильза имела выступающую закрайную либо фланец, по-английски риммд. Вот почему в американской классификации к обозначению этого патрона добавляется буква «Р». В советских патронах принят бердановский тип капсуля и капсульного гнезда, а в иностранных – боксеровский. И тупоконечные и остроконечные пули были двухэлементными, свинцовый сердечник в мельхиоровой оболочке. Настоящий калибр пули 7,92 мм. Длина патрона 77 мм, длина гильзы 53 мм. Масса пули от 9 до 13 грамм. Начальная скорость 875 метров в секунду. Энергия пули от 2530 до 4151 джоуля. В 1943 году на основе этого патрона был разработан промежуточный патрон 7,62х39 мм. Кроме винтовки Мосина, этот трехлинейный патрон применяется в снайперской винтовке Драгунова и в ее охотничьем варианте Тигре, самозарядной винтовке Токарева, СВУ, пулеметах Максима, Калашникова, пехотном Дегтярева и других. Если сравнивать эти два патрона, то можно выделить следующие характеристики. Мощность патронов данной группы находится в пределах 3-4 тысяч джоулей, что по охотничьим меркам достаточно для надежного поражения животного массой до 400 кг, однако в данном случае особое значение имеет не столько выбор патрона, сколько тип применяемой пули. По зверям среднего размера 308 винчестер наиболее эффективен на дистанциях до 200 метров. И хотя патроны обоих калибров считаются очень распространенными, лидером в мире является 308 вин, так как ни одна патронная фирма при производстве патронов не игнорирует этот боеприпас. Также в 308 применяются едва ли не все виды существующих в мире пуль, поэтому его можно считать более универсальным. Если говорить про Россию и страны бывшего Союза, то 7,62 на 54 является бюджетным патроном и также довольно распространенно на гражданском рынке. Если сравнивать внешнебаллистические свойства патронов 7,62 на 51 и 7,62 на 54, то они в целом схожие, поэтому по баллистике и настильности разница вряд ли будет заметна. По убойности 7,62 на 54 немного превышает 308 калибр. Звук выстрела в 308 тише, нежели в 7,62 на 54, по отдаче патроны идентичны. Кроме того, нужно понимать, для каких целей предназначается патрон. Так, для развлекательной стрельбы по бумаге лучше рассматривать полуавтомат под патрон 7,62 на 54 ввиду бюджетности боеприпаса. Если патроны 7,62 на 54 используют советская самозарядная марксманская винтовка СВД, то под 308 калибр заточено большинство снайперских комплексов мира, в том числе и гражданский тигр. Кроме того, у патрона 308 винчестер бесспорное лидерство, кучность и стрельбы. Достаточно сказать, что 7,62 на 51 является штатным снайперским боеприпасом большинства западных армий. Существующие армейские нормативы предусматривают поражение грудной мишени с расстояния 600 метров, а ростовой не менее 900 метров. Также патрон 308 вин сумел завоевать славу точного снайперского патрона благодаря участию оружия этого калибра в целом ряде соревнований по варминтингу, бинч-рестингу и ряде других дисциплин. Хотя неправильно было бы говорить, что 7,62 на 54 невысокоточный патрон. На сегодняшний день он используется снайперскими винтовками с продольно скользящим болтовым затвором МЦ-116М и СВ-98. Но это всё же боевые армейские образцы оружия. На гражданском рынке оружия данного типа нет. Поэтому 308 калибр для этих целей всё же предпочтительнее. Итак, если обобщить вышесказанное, то можно отметить, что патрон 308 калибра более распространённый и универсальный, а 7,62 на 54 – более бюджетный боеприпас. Если вы любитель советского наследия, винтовок Мосина или СВД, а также развлекательной стрельбы, то 54-й будет правильным выбором. А для охоты 308 перекроет 70% добываемых зверей от кабанов до оленей. В остальном эти два винтовочно-пулемётных патрона являются довольно универсальными и пользуются большим спросом среди охотников. Ну а что же лучше, старый и проверенный временем патрон 7,62 на 54 или достаточно новый и популярный патрон 308 винчестер, каждый решает сам при выборе охотничьей винтовки. Выбирать нужно в первую очередь карабин, который понравился, а разница между 308 и 54, скорее всего, будет для вас не критична. И дело тут даже не в калибре, а в умении и навыках меткой стрельбы. Также интересно будет услышать ваше мнение. В комментариях пишите, какой на сегодняшний день патрон лучше, 308 винчестер или 7,62 на 54. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите видео про топ-10 самых популярных патронов мира, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok